Восемь субъектов из Верхневолжья попали в список компаний с признаками осуществления деятельности нелегального кредитора. Таковы данные регионального управления Центробанка, где отмечают, подобные компании могут быть привлечены к административной ответственности, а их руководители к уголовной. Подробности далее. В прошлом году на территории России Центробанк выявил на 46% больше финансовых пирамид, а подпольных кредиторов на 9%. При этом почти на 30% снизилось количество нелегальных участников рынка ценных бумаг. Большинство мошеннических схем и проектов нелегальных компаний продвигали себя в социальных сетях различных мессенджерах только через интернет, без офлайн-офисов. По инициативе регуляторов в прошлом году был ограничен доступ к более чем 11 200 интернет-ресурсам нелегалов. В том числе заблокировано свыше 3000 страниц, каналов и чат-ботов в социальных сетях. Что касается простых граждан, то в ЦБ призывают их к максимальной бдительности. Прежде чем взять кредит или займ, нужно обязательно проверить компанию на сайте Банка России в разделе «Проверить финансовую организацию». Стоит быть осторожными, если займы предлагают физическое лицо по индивидуальным гражданско-правовым договорам под залог недвижимости либо иного ценного имущества. В Центробанке подчеркивают, это запрещено законом, так как индивидуальные предприниматели и любые физические лица не имеют права выдавать потребительские кредиты. Сведения о таких организациях ЦБ вносит в соответствующий список, а также информируют о выявленных случаях правоохранительные органы. В итоге на основе информации регулятора только в прошлом году в стране было возбуждено около 130 уголовных дел в отношении нелегалов и организаторов пирамид. Редактор субтитров А.Семкин